В поселке Ун-Юган Октябрьского района впервые состоялись веселые старты среди команд из дедушек, бабушек и внуков. Спортивный конкурс на свежем воздухе – один из этапов большого проекта «Всегда в движении». К активному образу жизни планируют привлечь не менее 300 пенсионеров. Подробнее в нашем материале. Вспомним старые победы и опять наденем первые! Вместе придумали девиз – рука об руку проходят все этапы. Условия одинаковы для всех участников, независимо от возраста. На старте внуки от 4 лет, самому старшему игроку 79. Всегда тренируемся! Задания сложные? Да нет! Нас всех объединяет, мы все вместе, одной семьей. В общем, это жизнь. Чтобы старты стали действительно веселыми, в спортивную программу организаторы включили викторину и конкурсы. Команды соревнуются, кто первый отгадает загадку, кто кого перетанцует. Дружно и весело. С ребятишками поиграть, повеселиться самому старенькому. А то все дома до дома. Пенсионерам засиживаться дома не дадут. Веселые старты – первый этап большого проекта «Всегда в движении». Вся программа рассчитана на укрепление семейных отношений, посвящена здоровому образу жизни. Есть и новое для пожилых унюганцев направление – пилатес. Набор в группу уже объявлен. Зал позволяет человек на 15 группу. То есть я думаю, что может даже около 20 человек получится. То есть там не требуется много места. Поэтому человек 20, наверное, да. Как часто? Два-три раза в неделю – это обязательно. Два как минимум. Будем стараться три раза в неделю собираться. Инициативный проект поддержал фонд президентских грантов, выделив 900 тысяч рублей. На эти средства обучены специалисты по работе с пенсионерами-инвалидами. Закуплен спортивный инвентарь, костюмы для проведения массовых мероприятий. Авторы проекта намерены привлечь к активному образу жизни свыше 300 человек. Бабушки, дедушки веселятся и смотрят, приходят родители. И они все получают призы, потому что они заложены тоже в проекте. Мы закупили ростовые куклы. Это же интересно. У нас фитнес, у нас скандинавская ходьба обязательно. Мы уже закупили палки скандинавские, которые нам не хватает. Мы уже раздали участникам скандинавской ходьбы около 70 комплектов пар. Палок, вернее, скандинавских. И сейчас мы закупили еще 30. Всегда в движении девятый социальный грантовый проект, который реализуется в Уньюгане. Еще две авторские работы победили в региональном конкурсе и вошли в полуфинал Международного фестиваля национальных культур и традиций «Мы вместе». Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Октябрьский район.